Привет, дорогие друзья! Вы на канале NRGTV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение, точнее не прохождение, а уже просто строительство нашей лучшей тюрьмы в игре признанный архитект. Повторяюсь, да? Собственно, я тут немножко уже начал, так сказать, темп строительства. Я достроил комнату начальника охраны, так, и пристройку сделал лазаретом. Сейчас мы, собственно, естественно, пойдем сразу же. Так, расстановочка у нас уже обучается. Разведка, патрули. Это пока подождут, нам сейчас надо сначала еще здесь немножко сделать. Так, еще я заметил то, что у меня работники устают, по крайней мере, рабочие. Поэтому надо сейчас будет сделать комнату для персонала, чтобы они могли отдыхать. И, скорее всего, я ее где-то буду делать здесь. Давайте, собственно, даже здесь. Давайте, собственно, этим займемся. Помняту для персонала. Так, 10 тысяч. Ну, я думаю, там сильно много-то не надо уже делать, правильно? Вот так вот это сделал. Сильно большое тоже не буду делать, по сути, они там какой-то пачкой огромной не забиваются, поэтому... Вот так вот 10 на... 10 на 10, я думаю, достаточно будет. Так, это у нас будет служебное помещение, туда посторонний уход будет распрещен. Так вот, замутим. Чтобы они могли отдыхать, потому что, когда они уставшие, они просто, бывает, встают и ничего не делают. И приходится ждать, пока они что-то будут шевелиться, телятся, метелятся. Это требуется, естественно, немало времени. Ну, вот, а время, деньги. Как, собственно, понятно, да? Так, уровень опасности растет у нас, но это ничего страшного. Это мы все дело знаем. Так, давайте-ка окошечки примутим. Два штуки, да? Все. Окошки. Видишь, он устал и стоит, нихера не делает. Хорошо. Кстати, причем это, походу, в этой версии. Раньше такого я за ним не замечал. Либо просто я очень невнимательный. Хе-хе-хе. К предыдущей серии был. Так, хорошо. Комната, комната, комната для свиданий. Так, комната... Вот, комната персонала. Назначаем. Так, и тогда у нас диван, автомат с напитками. Хорошо. Ну, сказано, диван автомат с напитками. Значит, будет диван автомат с напитками. Больше, значит, я туда ставить ничего не буду. Я думаю, что радио еще поставлю, ладно. Что это, тактилизер, а радиоприемник давай поставим. А, кстати, радиатор надо, да? Тут же нам теперь надо следить за отоплением, я так понимаю. А что он так выпирает-то? Что это, поближе к стеночке нельзя его поставить. Пусть будет так, ничего страшного. Так, для пожара, но потом, если еще мы это делаем, приведем. Кстати говоря, она будет подумать, ну, сейчас пока... Что ты, блин? Как? Дайте мне в двери попасть. Я вам открою. Где охрана, блин, опять? А, охрана у меня этих заключенных выводит, я понял. Давай еще тогда найму. Открой дверь, там диваны стоят. Пройти не могут. О, все. Так. И здесь надо огородить, потому что у меня здесь заключенные стоят. Не дай бог сбежит, я, кстати, не знаю. Они как-то будут мне сигнализироваться, что сбегаться они или заключенные ждут, стоят, пока придет охранник и заберет. Если охранник идет, они просто стоят здесь, по сути, свалить можно куда угодно. Надо это дело как-то будет, ну, сделать все-таки, обезопасить. Разговаривают. У них сейчас свободный час. Так, расстановочку можно делать? Нет, еще нельзя. Еще недоступно. Хорошо, ладно, возвращаемся тогда к нашему лазалету. Я здесь также сделаю, наверное, потом на будущее комнату психолога, может быть, будет еще какой-то кабинет, поэтому я гаражу. Потому что чисто для больницы это будет здание очень большое. Кирпичной стеной сделаю, да. Так, сейчас планировочку замутим. Надо там, ну, где-то 5 на 5, чтобы было помещение. Просто 5 на 5. Так. Допустим, вот так вот, да. 5 на 5. Ну, соответственно, здесь стеночку так поставлю. Все. Даже, по-моему, большие кабинеты получились, да, у меня. Так, а на 2 я их не поделю, да, кабинеты. Ну-ка. Да, здесь все нормально. Так, один кабинет у меня получился маленький, да, 4 на 5. По сути, там, они все время пишут 4 на 4 на некоторые кабинеты. Буду, значит, ожидать, который будет 4 на 4 нужен будет. Поставлю здесь. И все. Если надо, если будет такая необходимость, будет какое-нибудь помещение. Либо потом будет какая-нибудь кладовая у них, я не знаю. Что-нибудь да придумаю. Очень страшно. Так, ну, по цене они 50-50, поэтому я сразу же буду просто бетонные ставить. Не буду особо париться, да, и все, на эту тему. На эту тему я особо заморачиваться просто не буду. Так, это здесь делаем для дверей. Все. Дальше. Кровать и в лазарет. Так, подожди. Кстати, а я этот гарант такой взял. Да, взял, делаю. Так, 2 декортеров. Это все, естественно, все ясно. Где она там? Часовня. Склад. Закрыто. Вам требуется здоровье. Ах ты, иди, дарите твое налево, блин. А здоровье. Где мое здоровье? Вот оно. Где там эти работники? Ага. Сюда требуется какой-то... Скорее всего, вот, наверное, в батарее. Ход, да, горячее. Это, походу, вот отопление. Ладно. Демонтировать, наверное, не буду, блин. А отопление, оно ведется как? Просто от общего потока воды, наверное, берется. Так вот, получается, я так понимаю, да? Блин, мне пока отсюда воду... Да, ну, хотя вот, у меня, по сути, есть. Давай, проведем. Я просто проверю гипотезу. А уже начинают бурогозить сами, без сознания. Ну, ладно, охранники вроде как справляются со своей задачей. Сейчас мы еще установочку потом назначим. Кстати, установка у меня уже есть, да? Давай сюда. двоих, в столовую двоих. Так. А больше пока и некуда. Двор, дворы пока не был, дворы там пусть это... Давай сюда. Так, надо еще охранников мне нанимать, я считаю. Сколько мне денег? Давай. Еще пока двоих найму. Сильно не будет, потому что мне еще надо здесь делать кроваточки. Что они там не делают ни хрена? Рабочие, давайте пошли встречу, вот так медленно. Цыгель-цыгель, господи, господа, вы что? У вас есть комната отдыха, вы теперь можете отдыхать в свободное время. А вы бы что-то какие-то, не знаю, какие-то вообще. Так, лазалет у нас пока еще не обучился. Еще, короче, время. Так, по сути, я пока могу кровати поставить. Я, в принципе, знаю, что туда нужны кровати. Вот, где они? Кроватки, кроватки, делай. А, они еще, походу, закрыты, да, наверное? Да, они закрыты, блин, еще. Заряза. Не обманешь их, не обманешь. Раневого ведут в камеры, правильно, пусть там в соплях своих валяется. Нечего, блин, будем поднимать. Тут, блин. Так, а что, у меня отопление не провели еще? Провели. Так, погоди-ка. Так. А, ватербойлер. Какой-то бойлер. Вот, наверное, это хрень для нагревания воды, скорее всего. Вот она и есть, да? А, ее надо ставить. Так. 500 бакинов она стоит. Скорее всего, бойлер, она как бы идет для нагревания воды, да? Только я не знаю, ее ставить как бы в воду, которая циркулирует или... Или так. Столько, столько всего. Ну, давай, допустим, блин, 500. Давай проверим, почему. Нет, это надо знать. Пока общий водопровод не буду сюда. Скорее всего, надо будет общий водопровод сюда подвести. Отсюда будет, она будет заполнять водой заполнять. И отсюда уже будет теплая вода поступать в батарей. Так правильно я понимаю? Логически-то, если подумать. Ну, сейчас проверим. А, свет нужен. Туда нужен свет, и туда нужна вода. Или вода не нужна. Ну, сейчас проверим. Я это дело проконтролирую. Ладно, пусть они пока нам ставят. А, да, и вода сюда нужна. Угу. Все, моя, собственно, гипотеза, она подтвердилась. Хорящую? Не вопрос. Давай большую центральную прям батарею, это, фу. Трубу с водой им подведем. Ну, прям вообще прям, все здорово было. Ух ты, е-мое. А генератор в стационаре на полную мощность херачит. Беда. Блин, денег не хватает, адова просто. Так, что у нас? Готовая больничка у нас, я смотрю, да? Так. Давай-ка так. Клацер. Лазарет. Пока, пока только две, наверное, поставлю. Так, и там нужно еще что? Так, большая койка есть. И нужны врачи. Два штуки меня попросили, да? Ой-ю. Больничная койка. Блин, у косари. А-а-а-а, блин. Дорого. Я отменил, вроде, одну больничную койку. Блин, а почему-то деньги мне не вернули, да? Блин, а мне надо, чтобы выполнить задание, нужно два врача. Угу. Ты бляха-ты муха. Бляха-ты муха. Так, раз. Так, хорошо. Под замком у них сейчас. Кровать. Короче, да, это... То, что здесь это... Кровать, она... Так. Демонтировать, выбросить. В общем, вот эта камера толку не то, что у меня там двуспальная красная. Она либо маленькая, либо что, непонятно. Размер 2 на 3 есть, в общем. В общем, двуспальная кровать, они идут только в общую камеру, да? Я так понимаю. Ладно. В общем, мне нужно подождать еще тысячу бакинов, мне подвезут. И можно будет тогда уже нанять еще одного доктора, и у меня будут задания выполнены, и мне дадут немножко денег. Хорошо. Давайте я этого подожду, наверное, на паузе, потому что у меня только 500. Надо подождать немножко. Кстати, да, ну сразу хочу, если вдруг кто-то, чтобы сразу вопрос отпал. Видите, да, я поставил бойлер. Ну, по сути, те, кто играли, я не знаю, может быть, для тех, кто еще не знал, вот стоит бойлер, получается, поступает к нему вода, электричество, и, соответственно, вот идет уже по отдельной трубе горячая вода от бойлера. Не знаю, насколько этого одного бойлера хватит, ну, будем смотреть, слить. Вот, ну, получается, отопление тогда надо будет ставить, я думаю, только не в одном этом кабинете, нужно будет и в других, и в камерах, чтобы заключенные не замерзали. Вот, правда, не знаю, где здесь можно как-то поставить температуру в камерах, или вот это вот, может, температура, как бы, по Фаренгейту, хотя это немножко, по-моему, другое, блин. Ладно, разберемся. Все, давайте, пока ждем, пока прибудут ко мне бабосики. Я, видите, тут снял кровать, сюда поставил другую, поэтому у меня еще меньше денег стало. Ждемся, не буду тратить ваше время, поэтому, когда уже наймем второго доктора, у нас появятся деньги, мы будем развиваться дальше. Так, я, кстати, еще здесь в Гарантах увидел одну тоже функцию, которую, в принципе, мы почти выполнили. Нам останется только открыть техническое, это у нас есть, уборщика в меню есть, садовый, так, по сути, нам нужно только будет садовника нанять. Давайте сделаем. Так, хорошо, и мы тогда, получается, чтобы выполнить, нам останется, там, по-моему, нанять только садовника, да, если я не ошибаюсь. Сейчас мы его наймем, почему? Пусть ходит. А садовника мы должны сначала что-то тут открыть, да? А, садоводство. Потому что техническое обслуживание у меня уже есть, уборщик есть, прораб у меня тоже есть, соответственно, оставилось только один. И, соответственно, мы за счет этого можем поставить доктора. Почему? Почему не доступен? Может, кровать ему? Кроватки. Че же? Че такое? What the fuck? Ой, боже ты мой, да, мне еще надо психолога нанять. Почему я ничего не могу делать? О, что-то почему-то это панель иногда зависает, как бы. Давай только кровать поставим. Так, это можно врача нанять, нет? Недоступно. Почему? Почему недоступно? Не понимаю. Не понимаю. Так, ладно, давай тогда. Недоступно. В смысле недоступно? Что такое? Так, давай дальше. В кабинет, получается, мы ставим... Так, как обычно все. Так, и стул. Так, и окно. Давайте большое окно. Большое окно в кабинет. Так, ну, у нас зритель тоже на эти окна поставим маленькие. Сюда. Здесь лучше поставим окно. Так, хорошо. Я не понимаю, почему доктор к нам нельзя менять? Один доктор так. Матфонически лечит всех. Может, тут одна кровать? Ну-ка, сейчас привезут еще кровати. Еще кровати, давайте. Мне нужно больше кровати. Вот. Да, все, отлично. И получается, нам нужно... Так, нам нужно нанять психолога. Нам нужно нанять психолога. А надо сказать, по-моему, психолога мы и не изучили, да, ни хера? Нет. Психолога-то мы не изучили. Ну, вот такие дела. Ладно, сейчас изучим, не страшно. Хорошо. Что-то они опять ходят по душе и опять не моются. Ну, что за дела опять? Друзья, если кто-то может подсказать, почему они не моются? Почему они нормально не используют душевую? Отпишитесь, пожалуйста. Почему? Я что-то неправильно делаю, что ли? Почему? Что такое? Почему так? Я вот этого немножко не понимаю. Идет время душа, но они почему-то не моются. Ну-ка. Как бы ничего не это. Они тут свинячат, но не моются. Шикарно. И из-за этого вырастает состояние опасности, уровень этого. Ну, правильно, потому что, скорее всего, сейчас я посмотрю. Так, работы нужны. А, нужны... А, это психолог для подготовки. Ага, понял. Психолог у меня на подходе. Почему они не моются? Что я делаю не так? Вода там есть, по-любому. Кушевые есть. Я, если честно, не понимаю. Что не так? Что я делаю неправильно? Так, через сколько там будет психолог у нас готов? Через 4 часа. Угу. Ага, нам надо еще сюда воткнуть. У нас генератор там сейчас вот-вот нахер встанет, мне кажется. Так. И поставлю таких вот. Так, хорошо. Лазарет с тремя кроватями и с двумя докторами есть. Нам надо ждать психолога. Я думаю, ну, нужно нанимать еще охранников. Ну, пока, ладно, пока подождем. Надо сюда назначить 3 охранника. У нас, в принципе, есть там свободные. Давайте, наверное, назначим... Останночку еще троих. Поставлю. Так, и одного в лазарет. И давайте тогда, значит, наймем еще двоих. Сколько они там стоят? 500, да? Давай. Дело нужно. Охрана это в первую очередь. Чтобы наш объект был в безопасности. Так. С душевыми. Что же не так? Может, сливы сделать прям под душами? Что это, блин, за звуки? Что это за звуки, нахер? Family. Слушай, он какой-то татуированный, а, блин. Если его не видать, ну-ка. Судимость, семья, мать, 75. Нападение, 8 лет. Блин, тут такие достаточно суровые наказания, я смотрю, для них. Там нападение, там бунт, еще что-то такое. Ну, не бунт, там, в смысле, вы поняли. Так, хорошо. Ждем психолога, которого нам скоро должны подвезти. Сколько? Нет, еще не скоро. Ладно, так, у нас пока денег нет особо, поэтому делать мне пока больше особо нечего. Ждем психолога и посмотрим, что будет дальше. И у нас выполнится один гарант. И у нас скоро, блин, я вот-вот чту, что у нас начнут заключенные бунтовать где-нибудь. Было бы не очень приятно на пятый день игры, блин, сразу, чтобы мне тут бунт все нафиг поработило. Ну, по сути, у меня, в принципе, должно хватить охранников, чтобы подвезти бунт. Вот этот, кстати, что-то скачет. Мне, если честно, не нравится его поведение. Ну-ка, давай-ка обыскать камеру. Обыскать камеру? Че, никакой реакции? Я нажал обыскать камеру, че? Обыскать заключенного. Посмотрим. Будет че-нибудь просказать вообще, нет? Мне явно не нравится. Опа. А, это все, это они такого, блин, он так... Так это резко себя повел, что я что-то запугался, успел. Все, это они его, значит, обыскали. Все, ладно, ничего у него не нашли, да? И камеру обыщите. Че, в камере ничего нет, что ли? И сразу такой успокоился. Снотварнигу ему воткнули. Хорошо, ладно. Тогда пока ставим на паузу, пока ждем денежки и до выполнения гаранта, и продолжаем. Так, все, у нас психолог почти на подходе. Все, есть психолог, нанимаем. Теперь мы сможем узнавать, что у нас там, как с пожеланием. Недоступно. Почему? А, ну, вон, сам зайдет. Сам назначит себе кабинет, это не вопрос. Так, немножко у нас 10 тысяч появилось. Так, нанять садоводник. Садоводника давайте. И еще 10 тысяч, да? 5 тысяч. Ну, тоже неплохо, пусть будет 5 тысяч, ничего страшного. Так, и таким макаром у нас появляется 15 тысяч. Что мы можем, что у нас еще нужно? Давайте посмотрим. Так, уставшие сотрудники, так, это мы делаем. Ждут освобождения. Прибытие заключенных. Отсчета происшествия. Накормить всех заключенных. Это, в принципе, от меня так. По сути... По сути, по сути, так. Свидание для семей можно, в принципе, организовать. И я хочу вот это быстренько сделать. Давайте быстренько огородим наш вот этот участок. Меня все-таки напрягает, пока денежка есть. В принципе, я думаю, так не сильно многое она займет. Не сильно многое займет, но это очень важно, на самом деле. Так, давайте вот отсюда вот этот участок. Оп. Оп. Это нужно огородить нам нафиг. Хоть что-то хера. Пусть будет так. Пусть будет так. Где там воротня общая? Верно ворота. Так. И сюда. Блин, какое случилось здоровое. Это, на самом деле, помещение. Размеры большие тюрьмы. Ну да. Бога с ней душу. Дайте мне вот сюда. Эть, пока до низа налетишь. Сюда. Все. Отлично. Теперь я могу не опасаться, что здесь кто-то у меня куда-то сбежит. Никто нахер никуда не денется. Все будут, блин, у меня сидеть, как шелковые. Комнату для свиданий. Комнату для свиданий. Я думаю, тоже надо сделать ее большой. Не буду строить ее в общаке. Сделаем ее отдельно. Где-то рядом с кабинетами. Недалеко от общего входа. Так. Можно, в принципе, сделать будет проход. И где-то вот здесь вот, да, надо будет давать. Такая у нас будет точечная застройка тюрьмы. Потому что ничего такого. Все, только то, что нужно. Ничего лишнего. Так. Ну, по сути, черновик тоже не буду строить, в принципе. Понимаю, как надо там что делать. Приблизительно. Ну, вот такое вот сделаю прям вообще. Нормально будет прям. За глаза, я думаю, им хватит. На 7 тысяч. Ага, что-то до хера денег. Давай поскромнее немножко. Или на 7 сделать. По-моему, да хрена. Так, двери, я туда думаю, надо поставить общую. На сути, они все там входят. Нахер. Как эти. Так, проходной двор. Сюда одна. И сюда одна. Давай так вот. Хорошо. Двери есть, пусть ставится. Блин, ну. Так, у меня психолог появился. Ну-ка, давай-ка, нужды посмотрим. Отчеты. Нужды. Так, душ. Ну, душ видно, что растет. Отдохнуть у меня вот о них по отдыху. Они прямо нервничают. Отлить. У них, кстати, ничего. У них там какие-то проблемы с отливанием. Облегчится. Это желтое. Это, наверное, ничего страшного. Это как бы типа так, чуть-чуть. Сон. Вот красное и оранжевое, это, конечно, напрягает. Отдохнуть. Они, в общем, они очень сильно устают с чего-то вдруг у нас. С чего они вдруг устают, я не понимаю. Сядьте его на лавочку, посидите, отдохните. Что вы устаете-то? Ну, ладно, отдых я им, значит, обеспечу, блин. Конечно. По сути, хотя, с другой стороны, я не хочу им какого-то делать комфорта. Секундочку. Извиняюсь, друзья. Немножко непрофессионально, конечно, но звонки, звонки. Так, хорошо. Теперь я знаю, более-менее, что нужно сделать, чтобы, по крайней мере, успокоить наших заключенных. Посмотрим. Может быть, я, собственно, что-нибудь в этом, в этой среде что-нибудь изменю. Хорошо, ладно, продолжаем. Продолжаем. Комнату для свиданий. Строить. Так, комната для свиданий. Поехали. Так. Стол для посетителей. Раз. Так, сколько у меня денег? Пока, наверное, много я сюда, опять же, не подоставлю. Два. Три. Четыре. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Я пока вот так вот сделал. Я думаю, нормально хватит. Восемь штук. Потом, если что, буду доставлять. Так, мы имеем еще парочку охранников. И сюда сразу назначим одного. Пусть здесь будет один охранник. И один пусть гуляет у нас по двору. Когда у нас двор огромный, я думаю, да, тут у нас два охранника уже гуляют. Ну, пусть патрулируют, мало ли. Вдруг что-нибудь найдут, увидят, там, хер его знает. Так, и здесь у нас огородили. Давайте. Хотя нет. Стоп. Здесь мы одного убираем. Туда назначаем. Пусть по этому дворику гуляет. Так, здесь у нас все. Здесь у нас мы поставили. Все, здесь у нас тоже поставили. Все закрыто, да? У нас теперь машины выехать не могут. Потому что там охранника нет, да? Это плохо. Надо туда еще назначить одного охранника. Что ж, я теперь буду за машинами двери открывать, закрывать, что ли? Хотя, вроде, они должны работать автоматически, если я не ошибаюсь. Такого бы мне никогда не было. Каких-то проблем серьезных с этим. Ну, да ладно. Значит, появились. Не было, появились. Свет. Как я могу забыть про свет? Так, проводим туда дорогу, соответственно. Дорога. Вот так вот, дорога у нас здесь. Все. Здесь пока будет бездорожье у нас. Зэки будут ходить по грязи. Потому что, ну, блин, денег у меня не так много. А я, как бы, не хочу дорогу разную везде ставить. Здесь, получается, будут каменные, там будут не каменные. Хочу везде, чтобы все было четенько и не удалось вопросов. Чтобы все было везде одинаковое. Так, ладно. Что мы на сегодня? Мы доделали лазарет, наняли психолога, доняли еще этого нашальника. Поставили, почти закончили строительство с комнатой для свидания. У нас теперь смогут заключенные встречаться со своими родными и близкими. Огородили забором вот эту территорию. Вот, пошли первые у нас. Первые пошли у нас близкие. Встречаться. Блин, я надеюсь, что они будут отсюда заходить. Они, сука, оттуда заходят, блин. Их не проблема. Так, собственно, еще будет один плюс к заключенным. Сейчас я посмотрю, что заключенных сюда приведут. Ну-ка. О, это сидели в темноте. Вон, Сами, один идет. Да, вон идет, Сами. Оп, пообщаться. Кто это такой? Посетитель. Непонятно, кто такой. Ну, ладно. Все, вон у нас заключенные могут встречаться. Все хорошо. Ну что, друзья, на этом, я думаю, мы сегодняшнюю серию нашу заканчиваем. Я думаю, в принципе, она была неплохой. Пристройщик, пристройщик. Все у нас добавляется, добавляется. Делаем, улучшаем. Только надо будет безопасность нашей тюрьмы немножко снизить. Это уж очень у нас очень опасно. Это как-то не очень хорошо. Ладно. В одной из следующих серий будем с этим делом разбираться и успокаивать наших буйных, нервных заключенных. И я надеюсь, все-таки, что кто-то мне напишет, что почему заключенные не хотят нормально мыться. В чем причина? Может быть, я что-то неправильно делаю. А так, ставьте палец вверх, если вам понравилась игра. Так же, как и мне. Если вам понравилось мое видение данной игры, пишите комментарии. Если ставите дизлак, естественно, аргументируйте, как я уже много раз говорил, чтобы я что-то правильно делал, свой контент лучше. Всем хорошего настроения и всем пока.